Изменить образ бульвара и вдохнуть в него новую жизнь. В Ленинском районе Самары уже совсем скоро закончат ремонтировать пешеходную зону на улице Мичурина. Жители сами проголосовали за благоустройство общественного пространства по национальному проекту «Жилье и городская среда». Инициативу поддержали около 7 тысяч горожан. Подрядчик справился с работой уже на 75%. Здесь установили около 50 скамеек, высадили более 200 деревьев и кустарников, обустроили зеленые газоны с автополивом, обновили освещение, сделали пешеходные дорожки с плиточным покрытием. Данное общественное пространство, оно, конечно, в этом году преобразилось, оно стало более комфортное, наполнилось смыслом, потому что непосредственно на этом участке от коммунистической до дачной не было вообще скамеек, люди не могли нигде присесть, отдохнуть. Сейчас, конечно, здесь появились зоны отдыха. Подрядчик работает с опережающими темпами. Строители должны уложиться в срок до 15 сентября. Единственное, значит, по видеонаблюдению, да, оборудование у нас сегодня пришло, и будем навешивать камеры на установленные опоры, и также, соответственно, делать пусконаладку. По словам местных жителей, территория преобразилась до неузнаваемости. Теперь на улице Мичурина можно гулять и отдыхать на природе. Самарцы уверены, скоро это место станет новой точкой притяжения для горожан. Никаких притяжий. Ну, сами знаете, что здесь раньше было и сейчас. Причем работает, по-моему, качественно. Ну да, прямо отлично сделали, очень нравится. Все так отзываются хорошо, уже выходят, гуляют здесь с удовольствием, просто с удовольствием. И детишки, и все, то есть всем это все нравится. Недавно на улице Мичурина закончили ремонтировать и проезжую часть по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Здесь заменили асфальт, островки безопасности и пандусы для маломобильных граждан. Воплощение идей горожан в жизни, их активное участие в проектах по благоустройству – основа стратегии лидерства. Долгосрочного документа развития региона, который разработали по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Константин Головин.